любители москвы очередная передача у нас зеленые уголки москвы и мы находимся на чистопрудном бульваре вот это конец бульвара вот здесь он собственно начинается непосредственно зеленая зона сам бульвар ну там улица покровка и покровские ворота вот это здание бывшей гостиницы которая построена была еще одна из гостиниц сохранившихся по указу императора павла первого в начале девятнадцатого века ну а вот это вот собственно говоря есть вот этот самый чистый пруд вот он перед нами в конце чистопрудного бульвара находится но если взять по нумерации домов да здесь вот дома двадцать один двадцать три вот эти дома бывшего купца тирешова писатели тоже общественного деятеля но часть он здесь жил частью сдавал на той стороне находятся жилые дома основном но частично тоже оставшись еще основа в основном от старых тоже домов но уже значительно отстроены в советское время там он дождь дом кош синдиката тоже был такой как бы картель объединение до военный строитель вот тот следующий восьмиэтажный дом это все дома построены двадцатые или надстроенные двадцатые в конце двадцатых начале тридцатых годов ну вот а мы с вами идем по зеленому бульвару видите тут уже конечно зелень опадает но еще довольно таки много народа сегодня здесь немного несмотря на то что воскресенье но все-таки уже довольно таки прохладно конечно хорошую погоду здесь бывает народу намного больше вот этот перед нами ресторан шатер довольно давно здесь работает довольно и очень дорогой качество ресторан как и вообще все здесь на чистых прудах довольно большая наценка здесь конечно на все бывает вот ну а впереди как бы волнас клуб какой-то там перед нами по-моему белый лебедь называется но раньше ресторан был белый лебедь знаменитый где многие поколения советских людей отдыхали ну а сейчас вот да вот этот как раз улица макаренко перед нами где мы с вами были скамейки на лодках и раньше тут катались тоже там еще рыба была в ресторане им при можно было выловить прям при тебе могли рыбу ловить и прям тоже на стол подавать вот так было раньше в этом ресторане вела лебедь но потом тут много чего сменилось а сейчас мы сделали был вас клуб вот ну волос это как такой здоровый образ жизни до типа фитнес-клуба короче только назвали уже наверное вид на скоб надоело название ну и решили назвать волос клуб как-то так чё-то там дальше нам перегорожено все сейчас нам придется обходить там все за что-то делают может деревья обрезать вот это театр современник перед нами здесь вот открытие первое будет 1 октября состоится сейчас пока еще не открылся новый театральный сезон вот ну вот как раз вот этот вот дом военный строитель называется советский дом 11 первых кооперативов советских конца 20 начала 30-х годов принципе дом восьмиэтажный ну тут жили довольно много именитых людей конечно же один из первых уже лично строительных кооперативов здесь вот вот лодки стоят наверно летом тоже катались сейчас уже конечно холодно кататься все в зелени плитка конечно же как обычно постоянно меняет вообще сам этот бульвар он был заложен как и другие в общем-то части бульварного кольца начале 19 века вот так придется обходить но ничего там вроде продолжение есть так что в общем принципе здесь по сути пройти можно только когда нет вот этого ремонта но сейчас обойдем потому что нам и здесь не обходится потому что нам и здесь не обходится этот вот бульвар такая зона отдыха в принципе был заложен здесь в месяц формирования бульварного кольца он и сейчас является частью бульварного кольца начале 19 века ну и раньше здесь очевидно было несколько прудов вот и назывались они не числыми а поганами ну потому что рядом были городские бойни о чем собственно действует улица мясницкая который тут неподалеку проходит и где собственно начинается как раз вот этот бульвар чисто прудов ну и всякие вот эти нечистоты вот связаны с этим вот собственно местным так сказать ремяслом да с бойнями он как раз сливался в эти пруды вот а пруды эти были созданы нужно на речке рачки такая маленькая речка здесь там протекает сейчас его конечно мы не увидим она взята в трубу в коллектор как в общем-то практически все реки речки такие центре москвы ну раньше вот была такая речка довольно полноводная и на ней даже сделали пруды вот фонтан который тоже называется чистопрудный бульвар вот здесь конечно очень хорошо летом сейчас наоборот не очень хорошо потому что прохладно вот он так отделал камнями но этот фонтан был создан в 1999 году то есть 20 лет назад но это же такую причудливую форму он имеет не случайно потому что как бы он ну имитирует естественность такой естественный пруд как бы такой вот непринужденные формы спокойные планы не геометрические да именно вот спокойные чтобы но как-то глаз не сильно напрягался чтобы был такой в принципе гармония ощущение гармонии такую вот вот ну и дальше вон памятник находится оба и кунан баеву казахскому общественному деятелю поэту ну потому что вот на той стороне вот там сейчас мы увидим находится посольство казахстана подором 3 здесь ну и вот наверное один из самых таких знаменитых казахских деятелей он в общем-то как раз здесь и увековечен в виде памятника ну вот он такой чистопрудный бульвар ну так вот раньше был несколько чистых прудов а сейчас остался только один да и назывались они не чистая как раз наоборот поганые потому что были грязные от всяких вот этих нечистот ну а князь алексей меньшиков санта который здесь неподалеку жил он принципе эти пруды очистил жил он здесь вот как раз меньше кого башни там вот архангельский переулок но здесь как раз были его владения ну и после этого назвали соответственно уже один труд который сохранился назвали чистым название так и осталась память о нескольких прудах которые здесь находились это за эти чистые пруды хотя на самом деле конечно это ну чисто фактически неправильно на самом деле этот чистый пруд один вот а их не несколько ну вот он такой довольно широкая тут зона отдыха чистопрудный бульвар конечно здесь деревьев раньше было побольше советское время но и многие вырубили деревья вот при последующих реконструкциях которые тут постоянно проводятся вот особенно в последнее время во время собянина ну при лужкове как-то особо не трогали тут немножко было но так по местам а по а сейчас вот постоянно практически каждый год все новое возникает каких новые плитки постоянно переделывают новые бордюры там новые скамейки короче ну в общем все вот это вот переделывается вот ну раньше это место слова таким как местом неформалов до встреч всяких неформальных организаций ну сейчас принципе все это достаточно серьезно пресекается и в общем то сейчас здесь ну просто место отдыха людей довольно такой спокойный в принципе особенно сейчас но летом иногда когда бывают какие-то торжественные мероприятия здесь как бывает довольно таки шумно но сейчас вот немножко в некоторых местах как бы фоном музыка играет но особенно она как-то в принципе не мешает прогулкам сильно народ видите гуляет но сейчас не очень много а вот совета а вот как говорится в летнее время когда жара здесь конечно народу бывает очень много приходит семьями здесь детей много но в общем всякие мероприятия устраиваются так что конечно здесь намного шоу шумнее и многолюднее бывает ну вот перед нами сохранившись такая одна из немногочисленных старых застройки представители старой застройки чистофродного бульвара довольно такой красивый домик двухэтажный вот дом купца целебеева потом а графена тупицыной вот сохранился дом ну а потом он идет у нас величественное здание на самом деле во его основе тоже купеческий дом евгения кашкина вот видите такое семиэтажное здание дом 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 от графена дурасовой тоже здание ну изначально он был двухэтажным что в общем отсчет его прослеживается вот в виде этого дома ну а потом настроили как видим еще четыре этажа вот и сейчас насколько я понимаю тут какой-то вот втб страхование что ли находится но может уже не втб страхование раньше было втб страхование даже написано еще помню даже мансарду там настроили седьмой этаж сейчас что-то не видно мансарда может снесли вот такое здание там все серьезно с елочками вот на самом деле вот видите изначально был двухэтажный дом такой купеческий которых здесь довольно много было вот а потому вот по той стороне бульвара как раз вот находится посольство казахстана там несколько зданий оно занимает это посольство вот и кстати тоже основные здания это тоже старые переделанные уже в позднейшее время под нужды посольства когда-то тоже были купеческие особняки вот здесь как раз идет поворот на архангельский переулок там меньшинского башни как раз или храм архангела михаила в котором как раз назван переулок архангельский там он большой харитоневский отошел переулок вот как раз перед посольством казахстана вот ну и вот тоже еще небольшой домик но это по сути уже такой новодел вот это когда-то здесь была усадьба мусиных пушкиных в 19 веке а потом правление курско-киевской железной дороги вот ну а в двухтысячные годы прошла реконструкция и фактически видите на мансарду достроили третий этаж ну и сам дом по сути дела тоже весь новый но конечно немножко такой подделанный под старину что говорится вот так у нас сейчас любят делать ну чтобы как-то вроде вид сохранить как бы старый а по сути дела уже новодел конечно и внутри там полностью все переделан ну и вот это все казахстан это центральное здание построится казахстана здесь, честно говоря, главный такой дом но это уже современный по-моему дом а вот это вот старенький такой особнячок еще ну переделанный конечно вот как раз Архангельский переулок отходит там неподалеку храм Федора Сартилата здесь виден а Меньшикова башня, она чуть в глубине находится ее сейчас не видно здесь за этим зданием но там она есть тоже так что можно посмотреть тоже сходить сам переулок он довольно такой интересный ну и в храм сходить тоже кому интересно ну а здесь вот такой домик на углу как раз вот здесь по моему было управление Курско-Киевской железной дороги вот это здание была усадьба Мусина-Пушкина в 19 веке ну а вот это вот управление железной дороги а там вот маленький такой особнячок вот этот вот двухэтажный тоже сохранившись это отдел кадров Почты России ну когда-то был дом презрения старых работников или так престарелых работников что ли еще телеграфа который здесь неподалеку находится на Мясницкой улице сейчас он на реконструкции вот ну а потом разные тоже использование было не только по почтовому назначению ну вот сейчас вроде как отдел кадров Почты России находится ну возможно что и нет тоже все меняется какие-то мероприятия разные проводятся иногда всякие стенды я тут когда-то был год назад была реклама города Дербент в Дагестане там сколько-то лет ему было ну вот как раз вот это вот здание такое красивое двухэтажное с башенками такими небольшими это вот как раз связано с зданием с почтой раньше был дом презрения старых работников почта престарелых еще в 19 веке ну там за ним телеграф как раз находится ну а теперь вот типа отдела кадров ну и заканчивая вернее начинает вот Шестопрудный бульвар это жилой дом в основе тоже старый дом построенный в самом начале 20 века вот тоже это видно по-моему двухэтажный да ну а дальше вот эти вот этажи два-три этажа точно были настроены в 352 году то есть середине уже 20 века ну и дом до сих пор жилой ну по крайней мере отчасти может не весь конечно первые этажи вряд ли да может и второй не знаю но второй может уже и жилой хотя вряд таком но остальные тоже да ну а теперь видите что рекламируют какие-то спектакли разные театры вот и театр мастерская не разные а театр мастерская а разные да и мастерская Петра Фоменко и Пушкина и театр тень ну в общем реклама театров идет короче теперь вот ну тут разные сменные экспозиции одни бывают как раз в начале бульвара это вот памятник Александру Грибоеду установлен в 359 году ну потому что Грибоедов тоже здесь жил неподалеку в доме Помясницкой дом 42 какое-то время жил ну и поэтому решили тут поставить прямо при выходе из станции метро чистые пруды ну здесь вот можно посидеть около памятника собственно что многие делают вот как раз вход в метро там идет чистые пруды ну здесь же останавливаются трамваи причем такие довольно старые еще А339 довольно длинные до метро университета один едет другой до метро Октябрьская очень длинные маршруты и старые старые длинные все а там дальше вот за этим входом метро с другой стороны находится площадь Мясницкие ворота и собственно сама Мясницкая улица вот и туда и туда вот она идет собственно от Лубьянки до Садового кольца довольно длинная улица ну и пересекает вот как раз бульварное кольцо здесь пересечать находится вот такая вот ну и заодно вот прошли мы с вами в зеленой зоне вот видите все-таки много деревьев здесь отдыхать в принципе хорошо удовольствие особенно как мне кажется когда мало народу ну вот например сейчас правда погода не очень благоприятна для прогулок все-таки прохладненько ну зато народ не будет вот ну кому нравится пошумнее тогда лучше приезжать конечно летом когда жарко здесь бывают всякие мероприятия много народу музыка играет концерты всякие устраиваются так что кому как ну а если именно погулять просто походить побродить помечтать подумать вот вот то как раз вот сейчас время подойдет вот такая вот у нас зеленая зона вот это трамвай А еда метро Октябрьская вот на нем я пожалуй и поеду вот а вам всего доброго за компанию у здесь все но Продолжение следует...